Каждый год по всему миру проходит акция, приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Раньше она так называлась. И уже на протяжении последних 8 лет она называется День толерантного отношения к людям, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Конечно же, в этот день традиционно мы мотивируем всех людей протестироваться на ВИЧ, рассказываем, где это можно сделать. Прямо сейчас всех желающих могут бесплатно, анонимно, конфиденциально протестировать на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис. И в течение 15 минут вы узнаете результат. Мы рассказываем о том, что сегодня от ВИЧ можно не умирать, что это хроническое заболевание, что лекарство сегодня выдается бесплатно, оно есть в полном объеме. Сегодня любой человек, который живет с ВИЧ-инфекцией, и если он принимает эти препараты, он может жить полноценной жизнью, путешествовать, заниматься спортом, рожать здоровых детей. Сегодня 1 декабря, Международный день борьбы со СПИДом. И город Одесса, как и вся Украина, сегодня проводит городские акции с целью призвать людей к массовому тестированию, чтобы каждый человек, который не знает свой ВИЧ-статус, или тот, который знает свой ВИЧ-статус, но не получает лечение, чтобы привлечь к лечению. Почему это очень важно? Каждый человек 2 раза в год должен проходить мультитест или тест на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Такие тесты в городе Одесса абсолютно бесплатно. И любой Одессит может у своего семейного доктора в любом лечебном учреждении, в любой поликлинике подойти к врачу и пройти такой тест. Для нас, как для власти города, для жителей города, очень важно, чтобы мы знали тех людей, кто болен, протянуть им руку помощи и поддержки и поставить этих людей на лечение. Есть социальное и медицинское сопровождение таких людей. Если человек переживает, он нервничает по поводу того, что он узнал, что у него позитивный ВИЧ-статус, то его социальные работники сопроводят. Есть группы, сообщество целое. И людям будет гораздо легче. Что еще очень важно? Лечение гепатита С в городе Одессе также проводится абсолютно бесплатно. И можно прийти в гепатоцентр, стать на учет, бесплатно пройти диагностику и получить лечение. Оценочное число людей, которые живут с ВИЧ в Одессе, это 13 696 человек. На сегодняшний день на учете в нашем центре ВИЧ-инфекции СПИДа состоит приблизительно 7,5 тысяч людей. Но надо не забывать, что открылись частные центры, в которых тоже могут состоять на учете. По нашим данным, в частных центрах еще около полутора тысяч. Но самое главное, что с каждым днем мы понимаем, что любой человек с ВИЛ позитивным может встать на учет, может получать терапию, которую совершенно бесплатно. Открывайте, пожалуйста, первый пакетик с лобой. Подождите, 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 подождите. Первый пакетик, правильно? Да. Поставайте полу. Вот так вот. Вот так выглядит пола. И вставляете сюда. Вставляете. Я сама. Люди же сами думают это дело, правда? Въезжает. Вот так. Теперь я открываю колпачок. Открыла колпачок. Я это делаю первый раз, такой у меня не было. Потом есть вот такая лопатка. Дальше Ирина Игоревна повернется ко мне, чтобы не на камеру, пройдет лопатная профессия. И поставить в колпачок, необходимая лопатка. Дальше необходимо засечь 20 минут времени, ровно через 20 минут, как тест на беременность. Одна полосочка не беременна, две полосочки надо расследоваться. Очень важно, что через 20 минут надо этот тест стилизировать. Мы призываем всех не быть детьми, взять взрослую ответственность на себя, обратиться к своему семейному доктору, где вы можете бесплатно также пройти быстрый тест на ВИЧ. Вы можете обратиться в кабинет доверия, у нас их 17 по городу Одесса. Вы можете обратиться в студенческую поликлинику, если вы молодежь, да, и там же получить консультацию, тестирование, еще бесплатно презервативы. Продолжение следует...